1 час 11 минут 22 секунды. За это время Максим Кистанов преодолел 21 километр 100 метров на соревнованиях «Беги-герой». В благотворительном полумарафоне мужчина принимает участие второй раз. В прошлом году он стал вторым. Проиграл своему сопернику всего 30 секунд, а в этом Максим поставил себе цель прибежать на финиш первым. В этом году этот же соперник мне попался. Со старта мы ушли вдвоем. Договорились, будем бежать, покуда силы хватит, а там уже на финише будем разбираться. Так и получилось. Мы до 18 километра бежали вместе, убежали от всех сразу практически. И на 18 километре он припринял финишный рывок. Но оторваться от Саровчанина сопернику не удалось. Максим буквально наступал ему на пятки. И за два километра до финиша он сбавил темп. Я его догнал, смотрю, что-то он не держится. И последние два километра я добавил, чтобы уже никаких шансов ему не оставить. Ну и как получилось, реванш я в этом году у него взял. Лучшей среди женщин на дистанции 10 километров стала саровчанка Наталья Тавкайло. Всего полгода назад она родила ребенка и об участиях в спортивных соревнованиях в ближайшие два года даже не думала. На гонку «Беги-герой» Наталья поехала спонтанно. Я как бы даже не собиралась ехать туда. Просто встретила на тренировке знакомая. Она вроде спросила, а ты едешь? Я говорю, да вроде не собиралась. И мама сказала, я посижу, езжай. И вот как-то так получилось съездить и выиграть. То есть для меня самой было неожиданностью, скажем так. Всего в соревнованиях приняло участие более трех тысяч человек со всех уголков России. Всероссийский полумарафон установил рекорд, объединив самое большое количество городов в беговой истории. Забег вошел в Книгу рекордов Гиннесса. А Нижний Новгород получил звание «Беговой столицы». Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.